Наследие уйдет с молотка. В Кирове планируют продать два исторических здания. Сколько денег за них предлагают. Об этом я не только расскажу в ближайшую минуту. Вы смотрите «Давича». Меня зовут Надежда Ведерникова. Здравствуйте. Направление будет одно. В Кирове несколько улиц делают односторонними. В администрации рассказали, каких участков коснется нововведение. Без последствий не получается. После коммунальных раскопок на дорогах надолго остаются ямы и провалы. Как дождать ремонта и кто его должен делать? То есть это сейчас раскапывают, потом это уплотняют как-то или что? А, конечно, вот сейчас мы сделали выемку грунта, точнее выемку песка. Напал с вилкой на девушку ради угона. В Белой Холунице пьяный мужчина не смог заплатить за такси, поэтому решил украсть машину. Какое наказание ему дали? Сот согласился с мнением государственного винителя, признал мужчину виновным. Снова обсуждают снести, забыть или восстановить. В Гордуме обсудили, что делать с большим трамплином кировчане тоже высказались. Профсоюзная от Карла Маркса до Октябрьского проспекта, Карла Маркса от Преображенской до Герцена, Пятницкой от Казанской до улицы Загородной, а еще много участков в Садаковском, Новоавятске, Селерусской и так далее. В этом году по нацпроекту в Кирове отремонтируют 64 дорожных объекта. Как уточнили в администрации города, на эти цели выделены более 1 миллиарда рублей. Завершены три аукциона по определению подрядчика, который обновит 49 участков. Это компания Гордумусстрой. Сейчас специалисты дирекции благоустройства осматривают участки и определяют, где в ближайшие дни можно задействовать спецтехнику. Некоторые улицы планируется отремонтировать к юбилею Кирова до 10 июня. Речь о центральной части города. Односторонних улиц в Кирове станет больше. Об этом рассказали на профильной комиссии городской думы. Несколько участков уже находятся на согласовании в ГИБДД, сообщил глава администрации Вячеслав Семовков. Причем некоторые улицы станут односторонними уже в ближайшие недели. Например, улицы Молодой гвардии от Володарского до Карла Маркса. Сейчас идет изучение трафика и влияние оставленных у обочин автомобилей на проезд на этой точке. Также власти рассматривают участки улиц Свободы, Володарского, Герцена, Казанской, Урицкого и другие, находящиеся в центре города. Хотелось бы вот эти работы, связанные с регулированием движения, совместить с ремонтом уличной дорожной сети, чтобы отремонтировали улицу, установили знаки, нанесли разметку. То есть, вот больший объем мы планируем до дня города, поэтому вот все-таки то, что мы наметим, до дня города и сделаем. Раскопки закончились, а последствия остались. В социальных сетях жители города публикуют фотографии ям на дорогах. По словам авторов, в публикации на этих участках проводились земляные работы. После их окончания дорога в некоторых местах разрушается. Кто ответит за некачественные результаты и когда все приведут в нормальный вид? Александр Бушмакин искал ответы. Образовалась яма в полколеса Камаза на Горбачево-Трифоново монастыря, пишет Кировчанка в социальных сетях. Выглядит устрашающе. Однако сегодня небольшого кратера на этом участке уже нет. Но и асфальт не положен. Яма засыпана щебнем. Как рассказали в правительстве, здесь прокладывают газ. Там, где появляются обвалы, их временно заделывают. В социальных сетях была публикация о том, что в районе Спаское-4 произошел обвал асфальта. Прямо сейчас с моей спиной роют яму. Как мне рассказали представители компаний, которые этим занимаются, что это дело для того, чтобы все восстановить и никакого обвала, обрушения больше не было. Здесь тоже проводили работы по газоснабжению. Постоянная хорошая дорога в этом месте и на Горбачево появится ближе к лету. Старт работ запланирован на 15 мая. Об этом сообщили в правительстве региона. Сейчас сделают временное покрытие, потому что весна, земля не оттаяла, класть асфальт нельзя. Нецелесообразно. Об этом рассказал мастер Алексей. То есть это сейчас раскапывают, потом это уплотняют как-то или что? Да, конечно. Вот сейчас мы сделали выемку грунта, точнее выемку песка, который засыпали. То есть сейчас будет засыпаться новый песок с трамбовкой с послойной и новый слой асфальта ложится. Это вот все временное покрытие. А вот на Ульяновской зоне ответственности обвала не газовщиков, а водоканала. Зимой здесь меняли и устанавливали запорную арматуру. Весной земля дает усадку, поэтому появляются провалы. Их частично подсыпают, рассказали ресурсники. В порядок все приведут, когда будет тепло. К окончательному восстановлению места проведения работ приступаем уже в период установившихся положительных температур. А само завершение, окончательное благоустройство будет у нас выполнено до 1 июня. И пока не наступит хорошая погода для полноценного ремонта тех или иных участков городских дорог, водителям нужно быть внимательнее и осторожнее. О проблемных участках можно сообщить в единую диспетчерскую службу 76-00. Не только на последствия раскопок можно пожаловаться в единую дежурную диспетчерскую службу, но и просто на новые ямы на проезжих частях города. Об этом сказала глава администрации Вячеслав Семаков в программе «Главный за». Вместе с ее автором Светланой Халявиной они проехались по дорогам Кирова, оценили состояние асфальта. Не пропустите новый выпуск сегодня в 19.30 на Девятка ТВ. Здравствуйте. Хотите ли прокомментировать состояние дороги? Ям очень много. Дороги у нас с каждым годом все лучше и лучше. Проблема вот в конце улицы, там участок не был заасфальтирован. Если посмотреть вот туда повыше, это же еще современная. Да, улица современная. И это ямы. Вот как я здесь стал работать, то было вообще, а сейчас вообще красота. Что это за квадрат? В данном случае его поднимали. Текущий контроль осуществляют и должны устранить были эти замечания. Сейчас вот доедем, посмотрим. Все хорошо. В центре Кирова продают два исторических дома. Объекты находятся на Деринзяево 61 и 61А. Деревянные двухэтажные дома построили в конце 19 века. Городские власти предлагают предпринимателям купить объекты культурного наследия. Дом номер 61 с земельным участком продают за 7 миллионов рублей. 61А почти за 6 миллионов. Это начальная цена. Сколько на самом деле стоят объекты, разбирался Кирилл Комаровских. Чтобы не гнили наличники, не нужно быть единоличником. Подумали городские власти, решили продать сразу два дома, исторических в нашем городе. Один из них находится здесь, на Деринзяево 61. Судя по всему, сейчас он законсервирован. И глядя на техническое состояние, легко предположить, что будущему собственнику придется серьезно вложиться. 61-й дом расселили еще в 2016 году. Его сосед опустил два года назад. Все это время городские власти пытались их продать. Однако потерпели фиаско. Сейчас решили вновь. Но, по мнению эксперта, вероятность того, что их купят, мала. Нужно, во-первых, передавать дома инвесторам, заинтересованным в сохранении на безвозмездной основе. То есть за условия сохранения и восстановления. Снизить административный порог. То есть уменьшить количество документов, необходимых, оказывать содействие в экспертизе. Потому что новый собственник, он должен быть заинтересован в сохранении. То есть если для него это будет сплошная финансовая нагрузка и барьеры, то ему будет неинтересно этим заниматься. Однако городские власти с этим не согласны. Интересантов, по их словам, уже несколько. И настроены они серьезно. При этом пока нет четкого понимания, как после покупки использовать исторические дома. В связи с тем, что данные объекты расселялись в рамках федеральной программы из аварийного жилья. В данном случае мы можем здесь как жилье размещать. Ну и сейчас смотрим все-таки другие варианты, каким образом нам либо заводить это в комплексное развитие территории, или еще какие-то, чтобы именно расширить перечень видов использования данных объектов. Один из вариантов использования – гостиница. По словам историков, поле для маневра здесь небольшое. В домах очень много конструктивных элементов, которые нельзя менять. Насколько я знаю, делалась экспертиза, но пока она сейчас не принята. В любом случае, вот по тому варианту, который был, это были и стены, это были и двери, и окна, и наличники. И, по сути дела, очень многие элементы. То есть это не только наличники, которые бросаются в глаза, а предмет охраны, он гораздо более широкий. Несмотря на то, что документ еще не подписан, значительные изменения с точки зрения историка – это архитектурный вандализм. Объекты на Дериндеево для них бесценны. Власти же оказались более прагматичными. Им по замыслу оба дома должны продать к юбилею Кирова. Кирилл Комаровских, Алексей Зырянов, Бюро новостей, Довича. Не только ямы, но и огромные лужи на дорогах беспокоят кировчан. В городадминистрации рассказали, что работы по очищению ливневых в Кирове продолжаются. Особое внимание уделяется колодцам, которые расположены в низких местах. Там скапливается много воды. Так уже прочищены ливневки в центре города. На улицах Ленина, Карла Маркса, Володарского, Свободы, Комсомольской. Сейчас подрядчики трудятся на улицах юго-западного района. Это улицы Солнечная, Воровского, Конева. Уделяется внимание и водоотводным канавам. Их тоже прочищают. В мэрии заверили, что готовы к любым случаям потоком талой воды. А кировчане могут помочь привести город в порядок. На все обращения граждан по подтоплению, по стоячим лужам, которые мешают проходу как жителей, так и проезда автотранспорта, мы реагируем, ставим в план график и отрабатываем данные участки. К примеру, один из участков это разворотный круг на северной набережной, у северной больницы на улице Свердлова. Там в приводковой зоне был снег, его убрали и вода сейчас ушла. Нужно возродить. Кировчане высказались за восстановление большого трамплина на улице Подгорной. У депутатов Гордумы тоже есть свое мнение. Какое об этом и не только во второй части нашего выпуска. Не переключайтесь. Это Давича и мы продолжаем прыжки в никуда. Судьбу кировского трамплина К-90 обсуждали сегодня в городской администрации на заседании комиссии по социальной сфере. Раньше спортивный объект принимал соревнования всероссийского уровня, теперь же находится в состоянии консервации. С 2017 года трамплином уже никто не пользуется. Комплекс был признан аварийным. Тем не менее, разговоры о его восстановлении ведутся. Правда, чтобы оценить сумму ремонта, необходимо выполнить комплексное обследование объекта. На него в бюджете было предусмотрено 2 миллиона 850 тысяч рублей. И все же желающих выполнить работы не нашлось. Вопрос проведения работ по обследованию металлоконструкции трамплина К-90 считаем возможным рассмотреть в ходе исполнения бюджета текущего года при наличии дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования города Киров и при перераспределении бюджетных соревнований между главными распределителями бюджетных средств. Будущее спортивного объекта обсуждается не только в кабинетах администрации. Кировчане также переживают за его судьбу. Территория возле трамплина для жителей Филики стала излюбленным местом для прогулок. Мы решили спросить наших подписчиков, что, по их мнению, нужно делать с трамплином. В группе «Девятка ТВ» ВКонтакте запустили опрос, и вот его результаты. 63% опрошенных считают, что объект нужно реконструировать, а затем проводить там соревнования. Снести и построить новый предлагают 24% респондентов. 12% считают, что из трамплина нужно сделать арт-объект. Другие ответы в рубрике «Мобильный опрос». Здесь нужно очень большие деньги, потому что, во-первых, все равно конструкция металла, она уже устала. Однозначно, у меня друзья прыгают с трамплина, они все это знают, делали экспертизу, но все равно это 60-летким. Ну, стоит реконструировать, как думаете? Естественно, стоит. Естественно, стоит, чтобы люди приезжали и тренировались, соревнования проводили. Это обязательно. Нужно трамплина отремонтировать. Почему? Чтобы молодежь занималась, чтобы вот наша, например, филейка, тоже будут и из школ будут ходить, которые дети спортом занимаются. Приезжали спортсмены из разных городов, тут народу собиралось, болельщиков дополна. Мы свидетели, мы здесь живем очень много лет. Конечно, стоит, трамплин работал. Тем стандартам, которые дети. А нужен ли новый трамплин тут? Я не могу сказать. Это зависит от тренера, скажем, будет кто-то работать, то нужно найти, как бы вот, нужно тренера спрашивать в первую очередь. Если это не представляет никакой, там, не знаю, ценности, то я думаю, что лучше, конечно, снести и построить более современный трамплин, на котором уже можно делать и восстанавливать новые рекорды. В Белой Хлынице вынесли приговор местному жителю за нападение на женщину-таксиста. Установлено, что в октябре прошлого года он вызвал машину с шашечками от улицы Елочной в районном центре. В пути пассажир схватил водителя за шею, угрожая металлической вилкой, сообщили в областной прокуратуре. Женщине удалось покинуть салон. Ранее осудимый мужчина снова оказался в суде. Суд согласился с мнением государственного обвинителя, признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы, которую он будет отбывать в колонии строгого режима. До вступления приговора в законную силу подсудимый будет находиться под стражей. Обманули интернет-приятеля. У двух кировчанок аферисты выманили крупные суммы. В полиции рассказали, что 18-летняя студентка познакомилась в интернете с молодым человеком. Примерно за месяц под разными предлогами мужчина забрал у нее около двух миллионов рублей. Другой кировчанке написал старый знакомый, рассказал, что живет за границей, зарабатывает на бирже и готов научить ее этому. Женщину убедили установить на телефон приложение. Там она оформила кредиты и начала переводить деньги. В итоге женщина лишилась четырех с половиной миллионов рублей. После очередного требования денег она догадалась, что ее обманывают и обратилась в полицию. Возбуждены уголовные дела. Еще одно значимое политическое событие наряду с выборами главы государства обсуждают в эти дни по всей стране. Десять лет назад Крым и Севастополь воссоединились с Россией. Во всех регионах прошли митинги-концерты и Киров не стал исключением. С праздничного мероприятия на Театральной площади наш сюжет. Головы вверх, гордо поднять! За тебя, Родина-Мать! Мы до конца будем стоять! За тебя, Родина-Мать! Одно из самых значимых событий в современной истории – День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Произошло 10 лет назад. Дата 18 марта стала символом свободы, справедливости и единства, отметил губернатор Александр Соколов. Десять лет назад мы с вами все вернулись в родную гавань. Мы встали на путь обновления, на путь возобновления, служению и предназначению России. Россия всегда была страной, которая охраняла право всех народов на свой уникальный путь развития. На Театральной площади собрались представители областного правительства, администрации города, члены профсоюзных организаций, студенты и жители города. Со сцены звучали слова о значимости исторического события, которое 18 марта 2014 года изменило жизнь крымчан. В этот день президент Владимир Путин подписал договор между Россией и Республикой Крым о вхождении полуострова в статус равноправного субъекта в состав России. Значимость этого события и правильность можно оценить по выборам президента Российской Федерации. В Крыму более 85% населения Крыма вышли на избирательное участие и почти все проголосовали за нашего президента. Крымский полуостров и город федерального значения Севастополь стали частью России после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав страны. А 27 февраля 2015 года Госсовет Крыма внес изменения в закон о праздниках и памятных датах Республики Крым, установив 18 марта официальным праздником и выходным днем. Оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. У меня на этом все. В студии работала Надежда Ведерникова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин